Висагинскую больницу прибыл очередной груз гуманитарной помощи из Германии. Директор Коститис Матуляючис рассказал о том, как важна эта поддержка немецких друзей в период пандемии, а также информировал о ситуации в ковидном отделении и о новой возможности привлечения врачей для работы в нашей больнице. Привезли нам самое необходимое то, что мы пользуем каждый день в ковидном отделении, в изоляционном, в приемном покое. То есть защитные средства, защитные костюмы, бахилы, маски, перчатки для персонала. В точном количестве там, конечно, почитывают бухгалтера, но на сумму около 26 тысяч евро. Так что достаточно весомая помощь материальная для нас. То есть ковидное отделение, оно еще требует дополнительных средств, материалов? Да, да, да. Там очень большой расход защитных средств, потому что люди довольно часто меняют, и они только одноразовые, чтобы инфекция, конечно, не просочилась. Поэтому там очень большой расход индивидуальных средств защиты. Ну, раз уж мы об этом стали говорить, то сколько больных сегодня в этом отделении? На сегодняшний день 26 больных. Оно колеблется, двое в реанимации. Оно колеблется от 20 до 27. Отделение абсолютно переполнено. И это очень наглядно иллюстрирует, что все-таки опасность, она никуда не миновала. Инфекция и вирус разгуливают по городу и по другим городам. Все-таки очень много попадает людей. И, к сожалению, многим мы отказываем. У нас по приказу министра должно быть 20 коек, но мы имеем 26 больных. Ну, просто не умели отказать. Но для персонала это очень тяжело. Какого возраста пациенты в этом отделении? С самого разного возраста. Детей у нас нет в этом отделении, хотя детишек заразившихся было. Мы их отпустили домой с мамами. Не было и там тяжелого течения, к счастью, болезни. Но очень разного. И молодые люди, и среднего возраста, и очень пожилые. И те пожилые, конечно, с сопутствующими тяжелыми заболеваниями. Это привитые люди или нет? Всякое бывает. Часть привитых, часть нет. Привитые люди среднего, так скажем, почти что не попадают. Но люди, которые привившиеся, иногда болеют. И особенно, если говорить о людей старшего возраста, но течение болезни легче. К совету выделила средства для поддержки программы привлечения врачей в больницу. Как вы намерены ими воспользоваться? Думаю, что программа была необходима. Потому что в Литве, особенно в районных больницах, у нас такова и есть. Ну, в принципе, районная больница, небольших. У нас небольшая больница. Не хватает молодых специалистов. И люди просто молодое поколение, оно немножко другое. И особенно, когда со специальностью врача любой, с любой специальностью весь мир открыт перед человеком. Ну, очень много врачей выбирают или большие города, или выезд за границу. Тем временем, как здесь, не хватает. Поэтому многие самоуправления именно начали как-то притягивать этих врачей. То с доплатой к зарплате, то с жильем, то еще какие-то финансовые облегчения, которые видим мы в этой программе. Поэтому, знаете, отставать в этом тоже нельзя. Потому что сейчас уже идет соревнование, кто что предложит. Может быть, кто больше. Хотя это для наших ушей может быть и не очень красиво звучит. Но, в принципе, реальность такова. Эта программа, это помощь нам самим себе. Это помощь нам, которые много лет живут в Висогинесе, которые собираются здесь жить, в Висогинесе. И действительно помощь для того, чтобы мы могли получить медицинские услуги достаточно высокого, самого высокого уровня. Воспользоваться? Воспользоваться, конечно, сразу начнем воспользоваться. Есть два молодых врачей, которые приехали к нам. Есть один доктор из Украины, как вы уже все знаете. И думаю, что с привлечением или когда я буду приглашать или искать врачей, уже совсем другая будет основа для уговаривания, чтобы они сюда переехали. И совсем другая интонация. У них будет и заинтересованность. Я надеюсь, что это поможет в значительной мере привлечению врачей в наш город. Об одном докторе, пульмонологе Мэтью Амиржанянси, мы уже рассказывали в одной из наших программ. А в следующем нашем репортаже мы представим еще одного нового специалиста – гастроэнтеролога. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова